И снова здравствуйте. Тема этого видео – разница между пакетами, системами и проектами Common Lisp. В Lisp все объекты, такие как функции, классы, макросы, привязаны к символам. А символы организованы в пэккедже. Пэккедж-пакет – это контейнер для символов. Например, сейчас в REPL вы можете видеть, что у меня промпт начинается с CL-юзер. CL-юзер – это пэккедж. Есть функция Find Package, которая позволяет мне найти этот пакет. И я могу зайти и посмотреть на символы, которые есть внутри этого пакета. Например, их тут два – это какие-то функции. Мы можем создать новый пакет с помощью макроса DevPackage. Возможно, вы уже видели код каких-нибудь библиотек на Common Lisp. И, как правило, разработчики описывают пэккедж своей библиотеки в отдельном файле package.lisp. Сейчас хочу показать, как выглядит минимальное описание пакета. DevPackage. Дальше идет название пакета. Например, Foo. И мы должны указать, из каких других пакетов наш будет наследовать символы. То есть, все пакеты, которые мы укажем в форме Use, их содержимое, их внешние символы будут импортированы в наш пакет Foo. Традиционно указывается пакет CL. Он содержит все стандартные функции языка. Но также можно указать и другие пакеты. Хотя, большинством сталгадов это не рекомендуется, потому что таким образом мы делаем импорт вообще всего содержимого одного пакета в другой. И могут возникать конфликты имен. Поэтому я остановлюсь на CL. Кроме того, важной частью описания пакета является список символов, которые он экспортирует. Для этого есть секция Export. И тут мы можем указать символ Bar, например. Сейчас мы зададим такую функцию. И все. Макрос создал нам пакет с именем Foo. Давайте попробуем использовать FooBar. Вот он, этот символ. Но я получаю ошибку, что функция не определена. Но, конечно, мы же еще не сделали DiffuneFooBar. Давайте ее определим. И теперь наша функция вызывается. Эта функция принадлежит пакету. Если мы найдем ее с помощью функции FindPackage и посмотрим внутрь, то увидим, что в этом пакете есть один внешний external символ. И это наш символ Bar. К нему привязана функция. Мы также можем определить класс Bar. И класс, и функция будут привязаны к одному символу. Дополнительно экспортировать класс не надо. Кроме того, в пакет можно импортировать какие-то символы из других пакетжей. Как я уже сказал, ключевое слово Use позволяет импортировать вообще все символы из какого-то другого пакета. Но обычно мы хотим импортировать несколько функций, например. Скажем, я хочу импортировать из модуля Daxador функцию Post. Тогда мы можем использовать ключевое слово import from. После него указывается имя пакета, откуда мы экспортируем, и имя функции, которую мы импортируем в пакет Foo. CommandLisp жалуется, что нет пакетжа Daxador. Конечно, я же еще не установил эту библиотеку. Давайте ее загрузим. Сейчас QuickLisp скачает библиотеку Daxador. Эта библиотека, аналог библиотеки Requests для Python'а, позволяет легко и просто делать HTTP-запросы. Тут видно, что когда библиотека загружается, создается много различных пакетжей. Это потому, что Daxador зависит от многих других библиотек. И ко всем этим пакетжам, которые вы здесь видите, можно обратиться. Например, можно посмотреть, что внутри пакетжа Daxador Encoding. Я обычно делаю так, ставлю двоеточие, жму Tab и смотрю, что мне нашел автокомплит. Он тут находит одну функцию DetectCharset. Но нас интересовало другое. Мы хотели проимпортировать функцию Post из пакета Daxador в наш пакетж FOOP. Теперь, если посмотреть внутрь нашего пакета, мы видим, что внутри два символа. Один символ Bar, который мы определили в нашем пакете с помощью макроса Defun. И второй символ Post, который мы импортировали из другого пакета под названием Daxador. И если открыть в инспекторе этот символ Post, то в нем будет видно, что оригинальный пакет, в котором этот символ определен, это Daxador. Это, кстати, отличает систему пакетжей Common Lisp от разных других систем неймспейсов, которые есть в других языках. Так, хорошо, скажете вы, а что же такое тогда система? Система – это понятие, касающееся компиляции библиотеки, написанной на Common Lisp. Современная библиотека Common Lisp компилируется с помощью системы ASDF. Для этого создается специальное описание того, что входит в библиотеку. Точнее, какие файлы в каком порядке нужно скомпилировать. Давайте для примера посмотрим на описание библиотеки Daxador. Сделаем так. Возьмем нашу функцию Post из Daxador. Перейдем на нее и откроем прямо в Emax. список файлов. У Daxador есть файл Daxador.asdf. Файлы с таким расширением описывают сборку библиотеки. Заглянем внутрь. Внутри мы видим, что это система. Об этом нам говорит ключевое слово DevSystem. Дальше идет ее название, версия и разные метаданные. Кто автор, лицензия. Также тут обычно перечислены другие библиотеки, от которых зависит Daxador. Секция Components говорит о том, из каких частей состоит библиотека Daxador. Менеджер. Части могут быть директориями, а могут быть файлами. А также между файлами могут быть прописаны зависимости. Например, вот здесь мы видим, что файл Daxador зависит от двух файлов backend и error. И все эти файлы находятся внутри модуля SRC. Если вернемся к файловому менеджеру, мы можем перейти в директорию SRC. и тут мы увидим, что backend это на самом деле директория. Значит, в описании системы она должна быть описана как модуль. А error это файл с расширением .lisp. И когда мы загружаем в lisp образ библиотеку, QuickLisp скачивает архив, а система ASDF делает загрузку с помощью функции LoadSystem. LoadSystem находит по доступным ему путям файл Daxador.asdf парсит вот это описание и из него понимает, какие дополнительные зависимости должны быть скомпилированы и какие файлы в каком порядке должны быть скомпилированы для того, чтобы загрузить в память библиотеку Dexador. Это что касается систем. Теперь разберемся, что же такое проект. Проект это нечто большее, чем одна система. Он может включать в себя документацию, несколько ASDF систем, какие-то дополнительные файлы, которые нужны для работы программы. В моем понимании проект это что-то такое, что хостится, например, на гитхабе или в каком-то другом репозитории. Вот это все целиком и называется проектом. Например, в случае Dexador проект это набор файлов, редмишка, какие-то сертификаты. Например, для Dexador видно, что проект включает в себя две ASD-системы. Одна для тестов, другая для собственно самой библиотеки. Это удобно, потому что человеку, который решает использовать библиотеку Dexador, не обязательно нужно компилировать и тесты для этой библиотеки. А соответственно тесты не должны быть загружены в память все время и не будут потреблять никаких ресурсов. Поэтому в проекте может быть несколько ASD-систем как раз для того, чтобы предоставлять какие-то дополнительные возможности, которые возможно нужны не всем пользователям. У каждой системы может быть один или более пакетов. Эти пэккеджи определены в Lisp-файлах. В случае Dexador разработчик использует подход, когда в каждом Lisp-файле определяется свой пэккедж. Поэтому мы видим здесь в начале файла сначала конструкцию DevPackage, которая определяет, что в пакете есть. Если мы зайдем в другой файл, то там будет другой пэккедж, название которого состоит из двух частей имени библиотеки и имени файла. Также существует другой подход, подобный этому, когда ASDF автоматически вычисляет зависимости между файлами. Это называется Package Inferred System. Про него я, наверное, сделаю отдельное видео, если интересно. Напишите в комментариях, хотите ли вы узнать больше про то, как указывать зависимости между файлами в Lisp-библиотеке. Если взглянуть на какую-нибудь другую библиотеку, то там, скорее всего, будет один файл Package.lisp. То есть вот этой системы давайте найдем ASDFile. Вот она, Split Sequence система называется. Если мы сюда заглянем, то кажется, что система включает в себя файл Package, и как раз в этом файле описан пакет, который система предоставляет. Этот пакет экспортирует всего три функции, и если вернуться обратно к описанию системы, то видно, что первым компилируется файл с пакетом, а дальше компилируются все остальные файлы, потому что они от него зависят. Например, если мы зайдем в файл Vector, то увидим, что тут в начале есть форма, которая называется InPackage. Конструкция InPackage в начале этого файла говорит о том, что текущий пакет должен быть изменен на пакет SplitSequence. Если мы раскроем макрос InPackage, то увидим, что он ищет пакет с именем SplitSequence, а дальше устанавливает специально переменную пакет, которая в CommonList указывает на текущий пакет, в это значение, после чего компилируют все остальные определения из этого файла. В итоге, когда определение создает какие-то символы, эти символы попадают в текущий пакет, который является пакетом SplitSequence. Так и происходит компиляция системы. Итак, подытожим. Проект, написанный на CommonList, может включать в себя одну или более ASDF-систем, каждый из которых может создавать один или более пакетжей, а внутри каждого из пакетжей могут быть символы, к которым привязаны функции, классы и другие объекты языка. Наверное, я все-таки сделаю отдельное, более развернутое видео, в котором расскажу про то, каким образом я описываю свои ASDF-системы и что включаю в свои CommonList проекты. Кроме того, есть еще такая тема, как создание проектов по шаблону. Про это тоже будет отдельное видео на канале. Чтобы не пропустить выход всех этих классных роликов, подписывайтесь на канал, а если возникают какие-то вопросы по CommonList смело пишите в комментарии, я постараюсь включить эти темы в план следующих роликов. А на этом у меня все. Всем Лиспа в ваши сердца!